В музее изобретительного искусства состоялось открытие выставки народной вышивки, признанного мастера этого вида творчества Аллы Орловой. Экспозиция приурочена к юбилею вышивальщицы. Что еще можно посмотреть и куда сходить в свободное время, расскажем в нашей афише. Идеи, замыслы, воплощение. Именно так называется выставка Аллы Орловой. На открытие экспозиции пришли ее коллеги, друзья, экскурсоводы и любители искусства. Также на выставке присутствовал заместитель мэра Йошкаралы Антон Пугачев. Он поздравил Аллу Алексеевну и прочитал четверостишье собственного написания. Букет чудесных пожеланий от сердца в этот юбилей. Тепла, любви, очарования, улыбок и счастливых дней. Художница родилась в творческой семье. Ее мама Лилия Александровна внесла большой вклад в развитие марийской народной вышивки. А папа Алексей Григорьевич стоял у истоков создания Союза художников республики. Видя, как родители находились в постоянном творческом поиске, Алла Орлова продолжила династию своей семьи. И вот сейчас Алла Алексеевна уже как 10 лет директор детской художественной школы. Это тот самый случай, когда хобби перерастает в профессию и становится работой всей жизни. Да, по профессии я художник. Я закончила Ишкаролинское художественное училище, отделение художников-армителей. Сейчас это называется дизайном. И я пришла туда не случайно, поскольку мои родители художники. И это было естественное продолжение моей жизни, поскольку с самого детства мы видели, как человек в творческом поиске находится постоянно. Поэтому это естественный процесс, который, наверное, способ мысли, скажем так. Выставка Аллы Орловой необычная, ведь на ней представлены не только готовые работы, но и эскизы, расчеты на миллиметровки и на колы. Но даже это не весь процесс, а всего лишь четверть готового изделия. Такая наглядная технология помогает зрителю посмотреть на творчество с другой стороны и понять, насколько это тяжелый труд. На выставке представлена первая работа Аллы Алексеевны «Скатерть», а также самый уникальный экспонат, вышитая вручную гигантская карта «Мариэлл». Художнице удалось объединить в этой работе несовместимые вещи – плоскостной административный рисунок и традиционную вышивку. К сожалению, на самой экспозиции представлена только фотография карты в масштабе один к двум. Сама работа хранится на постоянной основе в Государственном собрании республики, где ее посмотреть могут все желающие. В этот раз я решила показать широкому зрителю, что работа художника по вышивке, она сводится не только к выполнению в материале непосредственно наложения стежков на ткань, а самое главное – это применение традиционного старинного орнамента в современных изделиях. И как это все происходит. Поэтому здесь выставлены пяльцы, в которых выполняются работы, можно посмотреть, что это не обычные круглые маленькие пяльцы, в которых выполняется любая бытовая вышивка. Это миллиметровки, на которых должен орнамент быть точно воспроизведен, как он существовал в древности. Также в музее ИЗО работает выставка «Кочующие свитки». Это легендарный проект, который захватывает разные регионы и страны. Художники со всего мира изображают на трехметровых свитках то, что характеризует их народ, традиции или их историю. Так, например, представлена работа под названием «Бабушкины советы». На полотнах можно увидеть лечебные травы или, как раньше, наши бабушки вырезали из газет рецепты со здоровительными эффектами. Такая выставка ездит по разным городам, но в Ёжкороле она открылась в первый раз. Для любителей спектаклей Театр юного зрителя представит драму «Эти свободные бабочки». Спектакль затрагивает темы, интересующие и беспокоящие молодежь. Любовь, независимость, отношения с родителями. Показ пройдет 19 февраля в 17.00. А в Театре Константинова пройдут такие спектакли, как «Одолжите тенора», «Тетки», «Дама-невидимка» и драматургическая баллада «Не покидай меня», приуроченная ко Дню Защитника Отечества.